Готовится бросить вызов представителю севастопольского спецназа Зауру Абдурагимову. Противостояние начинается еще до выхода на ринг. Ну, видимо, наверное, оппонент хотел какую-то провокацию провести. Но что я могу сказать? Неграмотный, необразованный товарищ. Не понимает, что такое для десантника голубой берет. Заур по прозвищу «Кремлевский ястреб» зашел за канаты с холодной головой и горячим сердцем. На счету нашего бойца уже много побед над иностранными противниками. В их числе и американский морской пехотинец Саймон Кроус, которого россиянин нокаутировал в прошлом году. Поединок проходит по правилам рукопашного боя. Японец демонстрирует школу карате заур боевого самбо и в очередной раз побеждает. Боец и офицер спецназа приехал во Вьетнам в числе 12 представителей севастопольского спецназа. В международных учениях элитных подразделений крымчане соревновались с местными военными, а также японцами, берманцами и лаосцами. Навыки выживания отрабатывали в знаменитых джунглях, где вьетнамцы побеждали хорошо вооруженных американцев. Хозяева этой земли показали российским друзьям подземные узкие ходы длиной в километр и глубиной 6 метров. Во время вьетнамской войны солдаты США не знали о них, и внезапное появление партизанских отрядов приводило их в ужас. Сейчас и лазы, и жестокие ловушки огорожены, чтобы в них не попали мирные жители. Но опыт оборонительной войны опасной ямы до сих пор передают в полной мере. Психологически очень давят, потому что так как солдаты рассказывали друг другу о том, что происходило, и то есть эти ощущения болезненные, то, что ты проваливаешься под землю, и еще плюс ко всему тебя сжимают вот эти кривые, гнилые, ржавые гвозди, то с их слов это был просто ужас для них. Учения проходили с 9 по 16 июля. По возвращению на родину наши военные прошли карантин. И в ближайшее время отправятся на тренировочную базу в Севастополь, чтобы подготовиться к чемпионату мира по военно-прикладным гидам многоборья среди спецназа. Он состоится в октябре в Севастополе.